Сегодня для вас у меня интересный выпуск. Мы побываем с вами в настоящем планетарии города Бийска. У меня есть один частный заказ, но это уже моя история. На улице ясно, максимально будут сегодня видны звезды, возможно даже луна. Ну а по делам, по которым я туда еду, я вам расскажу, наверное, чуть позже. Сразу же поставьте лайк и подпишитесь на канал, кто не подписан, потому что потом вы забудете, а подписаться-то захочется и канал потом искать. Так будет правильнее. Не знаю, видно вам или нет, аппарат называется Кейвиц. От этой компании у меня уже есть лазерный уровень, вот эта тренога, которая растягивается от потолка до пола, мы ее с вами видели в видосе про натяжные потолки. Этот тепловизор имеет кучу полезных характеристик, из таких, которыми не может похвалиться ни один бюджетный тепловизор в линейке до 30 тысяч. Сейчас день, через секунду смеркается, и мы поедем на наш объект. Друзья, я понимаю, что вам ничего не видно, но у меня есть прекрасная новость. На небе видно Луну, соответственно, мы сейчас будем на нее смотреть. А вот, друзья, наш близкий планетарий, а вот это тепловизор. И сейчас мы с вами пойдем в самый купол для того, чтобы посмотреть на Луну, которая, кстати, вон она, и посмотреть температуру. Ну, короче, там на месте объясню, в чем суть. Если вкратце, из помещения планетария теплый воздух попадает в купол, это плохо. И вот нам надо, чтобы он так не делал. Сейчас мы это все определим. Так, семья, привет. Мы здесь. Привет. Все, прем. Парк, по-моему, сделали совсем недавно же, да, этот новый? Мы еще здесь не были. Если честно, я вообще в планетарии ни разу не был. Ну, в плане в куполе. В планетарии-то был, мы даже там стенды какие-то оформляли, когда я работал на оборонке. Так, нас уже там ждут. Роман, пойдем. Мы сейчас идем на самый верх, правильно? Да. Это нам вон туда, да? Да. А, вот, друзья, вот планетария. Он вот так выглядит. А нам надо вот сюда сейчас. Еще выше? Да, на самый верх. Так, мы одного человека потеряли. А где Елина? Она тяжелая. Она все рассматривает? Она тоже полагера, она там снимает. Тоже снимает, да? Так, ну, пользуясь случаем, пока есть минутка, покажу вам. Работа умеется. Так, вы можете пока прогуляться. Я там люк открою наверху. И вот по винтовой лестнице поднимитесь. Собственно, главный источник тепла, это, конечно, этот люк с дверью. Так, сюда, да? Ну, тут уже, да, тут уже холодновато. Да, тут должно быть как на улице, но тут не как на улице. Так, кто последний будет, дверь она будет закрыть. Да, Елина, за собой дверь закроешь. Давай руку. Так, Жень, на Камеруна, теперь ты съемочная группа. Я достаю тепловизор. Это как это, в научных фильмах. Так, а мы люк, получается, тоже сейчас за драйбетчем или нет? Ну, сейчас нет. Дверь закрыта снизу. С него будет, конечно, но все будет полетать наверх. Все, сейчас загружаем. У тебя запись с него остается, да? Могу, видео снимать надо? Ну, желательно, да, чтобы потом... Могу фотки делать. Потому что я не думаю, что мы сейчас все сможем определить. А потом, грубо говоря, надо будет посмотреть, чтобы места сверить. Сверить, где это все происходит. Ну, смотри, уже сразу говорю, что все щели резины светятся. Ага. Видишь? Вижу, вижу. Я даже, знаешь, как думаю, что тебе проще самому прям брать его и ходить. Да, все, смотри, все, что красное, это все... Так, здесь я знаю, почему, помню. Короче, основной источник, он оттуда заходит. Железо все светит, но получается... Так. Это железо или... Это пластик, но за пластиком. Короче, это надо стык пропенивать, я так понял. Потому что... Так, давай, подожди, давай видео включим. Давай. Давай только мне надо точку, вот, чтобы мы потом поняли, откуда мы начали. Да, сейчас начать запись. Слушай, а он пишет один канал, только тепловизионный, или он обычное видео тоже пишет? Тебе, чтобы сопоставить кадр, да, надо? Ну, да, в идеале. Так, ну, пока я понял, основная причина, это стык вот того купола с этим. Ну, и резина тоже везде светит, потому что под нами металл. Да, металл прогревается. Так, вот какой-то прям жесткий засвет. Ну, да. Перепад. Здесь тепло, очень. Ну-ка, если под другим углом посмотреть. Да, да, здесь жара. Она под 7 и вон жара. Ну, то есть их несколько, они и панели в этом месте перегреты. Сейчас, дочь, на луну глянем. Купола вообще вертится? Вон, смотри, зубчатая передача. Я уже иду так. Да, он как в танке крутится. Блин, ты, выгодно. Сейчас. Это мы будем стоять на месте, а некоторых создается впечатление, что это... А, то есть мы на месте, а купола... А, вот это вращается. Так, да, кстати, есть вот эта штука, что под разным углом... Они просто некоторые блестящие панели могут фонить, то есть их надо менять тогда, там, в настройках параметр, что это глянцевая деталь. Ну, нет, в принципе, понятно. Или просто угол меняешь, и все меняется. Так, и теперь, ну, вот здесь он, наверное, не покажет. Так, а у него чувствительность автоматически... А, да, автоматически. Да, автоматом он настраивает. То есть она, в принципе, вся горячая. А, он температуру еще показывает. Да, 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 там температура по центру и холодную, горячую зону показывает. Ну, вот тут у нас в планах замена вот этого тамбура из пластиковых панелей. Ну, и как думаешь, вот эти части, которые по периметру утеплять? Скорее всего, их придется с фартов снимать и туда закладывать теплоизоляцию, что-то типа минуватое и запенивать. Потому что он, этот стык, он полностью открытый. То есть, когда ставили купол, вот этот купол же краном... А если в куполе сделать вентиляцию нельзя? Ну, он вращается, непонятно в каком месте. Ситуация какая. Купол, когда меняли, это делалось все в один день и не было времени на обследование стыка. Вот основного купола. Понятно. И купола нового. Так, ну, в общем, ситуация... Если надо фотки поделать, могу на фотки переключить. Нет, я сейчас вот здесь еще посмотрю, что у нас. Здесь у нас мы прорезали пол. Да, и вот здесь тоже есть. Давай, дождь, я сфотваю. Не надо. Ты сама? Так, оно в принципе по полу-то нет никаких этих... Ну, мне кажется, под резиной везде фонит. Просто резина дает защиту. Да, теплоизоляцию дает. То есть, если еще вот эти щели бы промазать чем-то, проутеплить было бы лучше, конечно. Короче, по идее, их склеивать надо. Да. Ага. Вот здесь все равно градусов на 5 теплее. За счет вот притока теплого воздуха. Да, да, да. Вообще должно быть максимально, как на улице. А, вон, купол, наверное, сам имеет эту теплозащиту, да? И он как бы не нагревается от улицы, от атмосферы. В общем, в идеале оптика должна быть той же температуры, что и на улице. То есть, он, по сути, сам как холодильник, у него внутри утеплитель, да? Нет, это просто лист алюминиевый. Так, получается, он от солнца тогда нагревается в помещении. Ну, мы же все-таки работаем ночью. То есть, в это время, пока закат, и он успевает остыть. А вот помещение само, оно не остывает. Так, все? Да. Так, выключаем. Здесь у нас, в общем, вот эта штука, это фотоаппарат. Вот это в середине, это фотоаппарат. Это вот объектив, это камера, вот, и это фокусер. Вот здесь. А, он там, получается, на тот компьютер записан? Да, да, да. То есть, мы с ним работаем, вот, из дома я сейчас поеду и буду пробовать еще снимать. То есть, вот эта вся штука, в середине которой стоит купол, комп, это все в удаленном режиме работает. Прикольно. А сам-то, а сам-то телескоп кто? Вот эта вся штука, это телескоп? Вот это телескоп, да. Но в данном случае это астрограф, то есть, это, по сути, объектив. То есть, сюда глазами некуда, ну, можно вот сюда только посмотреть в гид. А, то есть, мы не можем сейчас взять вот так на Луну глянуть. Можем вот туда посмотреть. А вот тот, как раз, телескоп второй, он для визуальных наблюдений. Прикольно. Вот, он, кстати, больше. Не, ну, хочется посмотреть. Просто у меня есть дома телескоп, и мы видим Луну, видим на ней кратер, и видим эти полосы, которые там есть. Но хочется увидеть это с профессиональной техники. Проблема будет главная, это теплый воздух. То есть, ну, мы сейчас повернем. Так, где он у нас? А, что он мог нагреться, да? Да, он, да, он, я открыл где-то в 4 часа, но он все до конца не остыл. Ясно. Вот, как мы проблемой, из-за этого и хотят утеплиться. А, ну, что он не корректно повернем. Да, то есть, оптика должна быть той же температуры, что и ул. По ощущениям, реально, мы едем. Да. Я прям чувствую, как мы едем. Ой, за мной же уже все открылось. Сейчас мы на Луну завернем. Не вот у нас эта проблема с тем, что мы снимать толком не можем. Осенью все хорошо работало. Как холода начались, так начались проблемы. Все понятно. Да. Элин, ну как, классно? Слушай, ощущения, правда, мы едем. А особенно если я смотрю на небо, прям реально, кажется, что мы там не едем. Нет, если на этот купол спадали. Хочется заземлиться. То есть, можно просто из дома, сидя за компьютером, управлять вообще всей этой системой? Единственное, что из компании выключается, это вот свет по периметру надо сделать. А он мешает, да, телескопу? Ну да, то есть, надо выключать. А прицеливается он? Ну, вообще, он тоже можно с телефона им управлять. Ну, сейчас просто будет немножко долго это сделать. У нас коллиматор стоит на нашем телескопе дома. И он коллиматорный прицел, он точкой. Да, да, да. Ну, мы не сломан, батарейка села. Роман, ну, получил то, что ты хотел от тепловизора? То есть, все данные, да, которые нужны были? Еще меняешь линзы, да? Здесь увеличение меняется за счет смены окуляров. То, куда мы смотрим. А что-то на Луну надо вот на таком? Ну, это обзорный, я просто поточнее навестись. А ты астрономией занимался? Ну, да фактически нет, любитель. Но в Бийске у нас с этим делом плохо. Прочитано было немало. Ну, вот можно сейчас на небольшом увеличении посмотреть. Жень, держи. Ну-ка. Это порядка 30 крат. Это сейчас небольшое, да? Это 30 крат всего. Ну, у меня примерно... Ну, нет, у меня чуть поменьше. Смотри, смотри. Смотри, я не знаю, решает, смешает? Да нет, не особо. Нет, если смотреть что-то темное, такой объект, то будет мешать. Так, сейчас, подождите, я схожу за окуляром, по-моему, это с другим, вот сюда вниз, недалеко. Появление новых кратеров? Не беру, например. Нет, Женя, да? А, они вот у меня окуляры. Да я посмотрю, Женя. По-настоящему мы больше всего снимаем не это, мы снимаем Deep Sky. Вот. Это объекты глубокого космоса. И как вы думаете? Так, сейчас, секунду. Как можно отсюда, насколько далеко смотреть? Можно вот пододвигать. Право. Ага, сейчас. Это вот, можно заглянуть, что за оптика. Вот туда. Ой, зеркало. Вот, собственно, оно и дает картинку. Я не знаю, фокусируется ли. Да. Заходите в ВК. А там, конечно, забивается быстро стена в родине. Ага. Другими сообщениями, но мы туда выкладываем фотографии. А, то, что смотрите с него, да? Ну, то, что снимаем, вот на этот. А, понял. Этот мощнее? Нет. Вот, кстати, эта труба лучше. Но на нее, ну, то есть, в общем, на нее плохо работать с камерой за счет открытой трубы, за счет монтировки. Вот эта монтировка, как турель, просто альтезементальная. Понял, понял. То есть, как обычный штатив, фото. Вверх-вниз, слева-вправо. Ага. А эта монтировка, она под углом наклонена точкой наблюдения нашей. И получается, у нее вращение совпадает с перемещением звезд на небе. Ну, и такой интересный вопрос для всех. Сколько это стоит? Хотя бы... Семьяная сумма, реконструкция, оборудование 16 миллионов. Вот эта штука 16 миллионов? Ну, это все вместе. То есть, это купол, работы, оборудование. Понял. Купол, он российская разработка, российское производство. Купол. То есть, сама механика. Мы его собирали здесь, он приходил к конструкторам. А... Ну, оптика, наверное. Оптика, нет. Ну, у нас делают в России очень хорошую оптику, очень дорогую. В основном она идет... Она дороже. Она идет на науку. То есть, у нас есть обсерватории, на которые это все уходит. И для любителей. Да, она за минуту уже уходит из объектива. По-настоящему движемся мы? А, да, да. На бешеной скорости. Она-то просто вокруг нас. Да, но она тоже движется, но в данном случае она уходит именно из-за вращения Земли. А в течение суток на 15 градусов перемещается Луна по небу. Вот, если посмотреть, вчера Юпитер и Венера, видите, там, о, Венера. Я их ни разу даже вообще не видел. Вот. Вот этот маленький... Это Юпитер! Да, да, да. Вот тут, вот справа от Луны Юпитер. Вот. А мы видим ее как звезду, потому что тоже, а так же солнце отсвечивает. Да, солнце отсвечивает. Вот это было вчера. То есть, вот Луна, а вот Юпитер. А это сегодня. Ну, то есть, соответственно, она переместилась. Она переместилась. О, Ильин, у тебя так классно получилось, кадры. Попала, попала в зрачок. Да, да, да. Смотрим у Ильины. Сейчас будет еще, сейчас можешь даже этих анапланетян увидеть. Сейчас мы посмотрим, это будет увеличение 120 крат. Вау. 120 крат смотрим и едем домой. Все. Да? Да. Это максимальное или нет? Нет. А еще максимальное? Можно больше, да. Ну, там максимальное увеличение любого телескопа – это два диаметра линзы. То есть, вот здесь 300, можно 600. Тогда вообще двигаться нельзя будет. Ну, да, двигаться нельзя. То есть, очень много будет проблем с наблюдением. Так, вот самое интересное, что можно смотреть на Луне – это… Вот сейчас, возможно, даже от моего дыхания. Лучше не дышать. Стык называется терминатор. Вот мы смотрим сейчас на рассвет на Луне. Видно колечко кратера. Дочью, давай скорее я тоже хочу. С одной стороны освещенное. Сейчас эта проблема вот… Что я должен увидеть? А, вот это колечко… Колечко справа освещенное. Да, это стенка кратера освещенная. То есть, это вот мы стоим на долине, гора освещена, а долины еще нет. Серьезно? Да. То есть, сфотой вот эту штуку и все, и мы потом с телефона скинем, всем покажем. А здесь тоже коллиматор какой-то, да? Или как? Нет, это просто маленькая труба. То есть, обычно коллиматоры ставят на небольшие телескопы. Понял. Ну вот, нет, еще надо довести. Все, еще едем. Перегораживает кадр. Так, чтобы вы понимали, мы не едем, едет купол. Они, наверное, видно просто пятнышком, да? Да, спутники видны как точки. Но на большом увеличении можно диск тоже разглядеть. Вот если сейчас не было бы вот этого… Испарения. Испарения, да, видно было бы. То есть, оно вот, как знаешь, над асфальтом. А, ну да, да, я понял. А вообще можно настолько приблизить, чтобы прям увидеть его? Прям вот увидеть его. Видно не хотим. Есть на YouTube видео такое, как видят, видно объекты в телескоп. Очень показательное. Оно прям так и называется. И в вашем так же можно? Так же нашим. И лучший вариант, если это смотреть не отсюда, а где-то с земли. Лучше в идеале с горы. Здесь проблема именно в том, что само здание теплый воздух дает. А, ну да, от него ионизация, и вверх пары идут. Да. Идеальный вариант – это гора. Вот все обсерватории стоят на горах. Или в горах. Да, в ГТАхе там обсерватория на горе стоит. Ну что, пойдемте, все? Давайте спустимся, посмотрим, что там снаружи, как видно. Да, да. Так, тепловизор взял, Жень? Ооо, как тут классно-то, а? Вообще. Тут тепло, хорошо. Здесь бы сначала утеплиться чем-то, а сверху уже маты класть. Вон, все, видишь, холодная. Да, вот это все. Но она не сильно холодная, то есть получается. Ну да. Но холоднее значительно. Чего температура у нее? 14. 14. Ну вот здесь на стыке 13. Ну вот смотри, если, например, вот эту часть уже экструзией затянуть, или, ну, чем-то утеплителем, уже будет хорошо. И экструзию можно вот здесь сделать. Вот здесь, да, надо. И все, вопрос решится. А ну как раз вот эту плоскость. Да. Прямо ППСом заклеить это все и все. Единственное, я не знаю по пожарным нормам. Не горит, знаешь, какой у технониколя есть пиро... Как же он, для саунта. Вот он не горит. Он графитный какой-то. Вот его можно вообще без проблем. Он тоже как Матлекс, да? Да, да, да. Снимай видео, если надо. Видео, чтобы снять, надо надолго нажать на курок надолго. Ага. И окей. Ну, интер. Да, да, да. Или enter. Ага. Все, будет видео сниматься. Так, сейчас я. Так, исследуем площадку от обсерватории. Я думаю, что да, здесь просто дает равномерно по всей площади. Даже вот эти... Мы же видим, что... Здесь, наверное, тоже не сильно-то и отделяется. Здесь просто старая минвата. Вот тех лет, когда строили 80-х. Ну, вот она и дает немножко. А тут же много-то не надо, чтобы он запотел. Она наговительным эффектом дает, и все. Так, друзья. Все, мы закончили. Как минимум, мне кажется, мы сами должны платить за такие мероприятия. Потому что, ну, это реально было очень интересно и познавательно. Я, например, получил удовольствие. Хотя бы даже от пребывания в планетарии. Я там ни разу не был. Тепловизор показал себя неплохо. Хорошая вещь. Лучше, чем и предыдущий. Ну, а с вами я прощаюсь буквально на пару дней. Скоро мы снова увидимся. Все, пока-пока. Продолжение следует.